Акцию просвятили 75-й годовенью вызволения Беларуси от нацистских захопников. Место ее проведения выбрали не выпадково. По-перше, это самая боевая медицинская установа региона. Шпиталь был створен на 50-й день после начала Великой Айчинной. По-другому, прикладнокожный сёмый пациент шпиталя – ветеран Великой Айчинной войны. При том, что якость послуг тут постоянно повышается. Среди ближайших планов – открытие еще одной сучастной операцийной. Операционная эндоваскулярная хирургия, где будет проводиться операция на головном мозге и сердце. Ставятся стенты для профилактики инсульта и инфаркта. Запланирована операционная в следующем году. Проектная документация, экспертиза уже прошла. Администрация областного шпиталя инвалидов войны каже, что неофицийная визитная картка установы теплая и относится к пациентам. Что год тут проходит лечение до 13 тысяч человек. И каждому необходимо створить комфортные умовы. Суместная акция за областной организацией Белорусского товариства «Червоного крыжа» – еще одна махчимость – подарить пациентам добрый настрой. Солодкие подарунки и концерт. Разом с волонтерами у шпиталь приехали артисты вокального ансамбля «Жартовницы» Гомельского городского центра культуры. Таким чином даден старт примеркованной до 75-й годовины вызволений Беларуси великой доброчинной программе, которая пройдет во всех городах в области. У нас в каждом районе области будут концерты благотворительные. Они будут и в лечебных учреждениях, и где-то на площадках, в парковой зоне. У нас разработан целый план мероприятий, и мы будем в течение полутора месяцев этот план реализовывать. Олег Сентюров, Марина Джала, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель».